Друзья, сегодня я сделаю обзор вот этой вот шикарной квартиры 85 квадратов. Почему я такой вдохновленный? Потому что эта квартира по проекту Алексея Земского, моего друга и наставника. Я являюсь эксклюзивной бригадой, которой он отдает свои ремонты в Петербурге. От него официально только команда LabRemont делают в Петербурге ремонты. И вот этот объект мы подписали около года назад и полностью закончили здесь ремонт. И теперь, наконец-то, я вам могу показать, какие классные, какие практичные ремонты у Алексея Земского. Как они классно смотрятся и насколько здесь классная и шикарная планировка. И, наконец-то, я смогу в хорошем смысле слова отомстить Алексею Земскову за все хорошее, что он мне сделал. И показать этот готовый интерьер и взять отзыв у заказчика. Поехали! Ну, Алексея Земскова, наверное, не нужно рекомендовать о нем, а так все знают. Ну, тем не менее. Поехали! 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 Площадь квартиры около 85 квадратных метров. Здесь сделан полностью капитальный ремонт. Все было снесено, возведено заново. Естественно, здесь сделана очень качественная электрика и сантехника. Также есть система управления умным домом через Алису. К умному дому подключено освещение, электрокарнизы, теплые полы, даже вытяжка. Стоимость полностью ремонта я вам озвучу, естественно, в конце видео. А сейчас давайте получать просто полезную информацию, чтобы вы могли эти идеи применить у себя. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Площадь ее порядка 24 квадратных метров. Здесь находится шикарнейший диван. Сразу же фишечка, обратите внимание, есть пуфик. И на пуфик одевается вот такая вот классная штучка. То есть пуфик сразу же вам может служить столиком журнальным. И эту же штучку вы можете положить на коленки и здесь покушать. Либо поставить сюда ноутбук, поработать. Очень классная фишка, возьмите себе на вооружение. Вот эта вот стена выделена кварц-винилом с подсветкой. Алиса, включи свет диван. Сделано линейное вот такое вот освещение светодиодное, которое включается, когда смотрят в телевизор. Сделано это из кварц-винила так же, как и на полу. Вся квартира единым контуром из кварц-винила. Здесь, обратите внимание, находится в нише радиатор. И видную часть радиатора закрыли вот такими интересными рейками. Стена дополнительно обшита. По проекту Алексея Земскова всегда так. Он радиаторы всегда скрывает в нише. Здесь установлены, как я говорил, скрытые электрокарнизы. Алиса, закрой шторы. Потолки натяжные, со световыми линиями. Обратите внимание, как красиво смотрят световые линии и как много они дают света. У них есть функция диммирования и можно настраивать яркое освещение. Далее, посмотрите на этот короб. Многие скажут, почему такой сильный опуск? Зачем вот это потеряно пространство? Друзья, на самом деле, естественно, просто такой бы короб не сделали. Посмотрите вон туда. Видите решетку вентиляции? А это означает, что здесь сделана приточно-вытяжная вентиляция, которая избавляет квартиру от пыли с улицы. Если вы будете проветривать квартиру, открывая окно, вся городская пыль постоянно будет залетать в квартиру. Приточно-вытяжная вентиляция не только позволяет вам сделать свой микроклимат в квартире, также там стоят фильтры и подогрев. Вытяжка забирает воздух свежий, насыщенный кислородом, проводит его через фильтр, обогревает и дает в помещение. Благодаря этому нет лишней городской пыли, в помещении тепло и очень свежо. Очень рекомендую, лучше в это вкладывают деньги, чем в какие-то супер дорогие материалы. Снимаешь, да, как заказчики? Как они почищают за собой? Концы почищают. Вы думаете, я сюда сам приехал и снимаю кучу видео-обзоров? Мне сказали, если ты здесь не снимешь видео, мы таким образом нашим заказчикам повышаем цену за квадратный метр примерно в два раза. Посмотрите, что этот короб у нас с вами подходит к внешней стене. Здесь еще, видите, подсветочка сделана на шторы, скрытый карнизик. И далее у нас с вами труба проходит через стену. Здесь у нас с вами огромная утепленная лоджия. И в Петербурге запрещено на фасады устанавливать блоки кондиционирования, вентиляции и прочее. А если бы мы на эту лоджию все это установили, то здесь бы не получилось сделать рабочую зону, потому что здесь было бы очень шумно и жарко. Было вот такое гениальное решение, берите себе его на вооружение. Часть лоджии отгородили стеклопакетом. Причем стеклопакет хороший, чтобы была хорошая звукоизоляция. Тройной стеклопакет здесь стоит. И за ним как раз-таки находится кладовая и приточно-вытяжная машина и внешний блок кондиционера. И также сюда можно лишние какие-то вещи убрать. Представляете, как классно? Закрыли. Тишина, спокойствие. Остальная лоджия используется. Здесь у заказчика нашего Алексея используется она как кабинет. Кроме того, обратите внимание, что здесь, как всегда, была фасадка серого цвета, некрасивая и холодная. Мы заменили остекление, поставили теплое, двукамерное, хорошие стеклопакеты. Улицу вообще не слышно. И кроме того, поставили еще термокороба. Термокороба одевается на стойки и ригели. Во-первых, исключено благодаря им полностью запотевание. Во-вторых, вы можете таким образом сделать стойки и ригели абсолютно любого цвета, хоть белого, хоть наоборот черного и серого, под свой дизайн. Далее решена проблема сверху, потому что очень часто там холодный металл такой сделан, непонятно как утеплять. И, как видите, эти термокороба идут до самого потолка. Далее сделали натяжной потолок, освещение здесь и еще электрические римские шторы, тоже которые работают от Алисы. Алиса, закрой шторы на балконе. Классное решение. Самое главное, я вижу, как это нравится заказчику, они реально от этого кайфуют и обычными выключателями вообще не пользуются. Значит, на ложе установили новый балконный блок. И это система рота, сдвижная дверь, посмотрите, какая классная. Вот таким образом она закрывается. Сколько пространства, сколько воздуха, по-моему, очень классное решение. На полу, как я и говорил, у нас кварцвинил, единым контуром, кроме санузлов. В санузлах у нас плитка с теплым полом. Все стены, это обои под покраску. Как любит Алексей Земсков, это одно из самых практичных покрытий, потому что гладкая покраска моментально убивается, ляпается. На ней видно прям каждое прикосновение. Далее обратите внимание на классный телевизор. Это телевизор Samsung. И он максимально, посмотрите, близко установлен к стене. Это стоит на фирменном самсунговском креплении таком. То есть мы не делали никакие ниши, а именно у Samsung есть такие прикольные крепежи, используйте для себя. Также установлены подвесные тумбы. И вот здесь стоит робот-пылесос Samsung. Посмотрите. Теперь плавно переходим к обеденному столу. Всем рекомендую покупать современный стол из металла и керамогранита. Это прям что-то с чем-то, потому что эти столы очень практичные, не царапаются, проживут, наверное, вечность и развалятся когда-нибудь через 100 лет вместе с этим домом. Итак, посмотрите. Акцентные стулья темно-зеленого цвета с поворотным механизмом. Очень классная вещь, особенно если вы ограничены в пространстве. Например, здесь стена, вы можете повернуть, вот таким образом сесть и вот таким образом залезть под стол, ноги убрать. То есть вам, чтобы выйти со стола, очень удобно. Такие стулья много места не занимают. Современные прикольные стульчики. Сейчас я вам покажу еще, как прикольно раскладывается стол. Почти все столы с керамогранитом раскладываются. Вот такая вот у нас с вами получается красота. Очень технологично это смотрится. И вот таким вот образом стол становится вообще гигантским. То есть здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть человек спокойно за ним смогут сидеть. И также легко он убирается. Так, сюда, потом вот так вот. И вот так вот аккуратно убираем. У меня немножко по-другому открывается, но у меня тоже из керамогранита. Я от этого стола очень сильно кайфую. Ну что, теперь переходим к самому интересному. Это кухня. Посмотрите, какая здесь шикарная кухня. Установлена она до короба. Короб сделан четко в одной плоскости. И, как я уже говорил, скрывает трубы вентиляции. Над ходом стоит красивый самсунгский кондиционер. Здесь вообще вся техника Samsung закачивает походу фанат этой компании. Теперь по кухне. Первое, на что стоит обратить внимание, это фартук из керамогранита. 60 на метр двадцать. Посмотрите, как он красиво подобран и как классно смотрится. Естественно, есть подсветка фартука. Розетки установлены в большом количестве. И я лишь считаю, что это лучшее решение. Также вы должны понимать, что такой фартук устанавливается всегда после кухни. То есть, сначала монтируется кухня, потом ставится фартук. Никак иначе. У вас не получится сначала смонтировать фартук, а потом каким-то образом туда поставить кухню. Это неправильно. Поэтому не забывайте про этот этап. К нему нужна особая подготовка, чтобы потом ничего в квартире не убить. Что нам это дает? Нам это дает, что керамогранит спокойненько находит на столешницу. И здесь тоненькая полоска силикона и все эстетично смотрится. Не надо никаких ставить плинтусов. Также очень классно, когда вы планируете кухню, когда у вас с левой стороны пенал и с правой стороны пенал. Тогда у вас керамогранит подходит к мебели, образует внутренний угол. И вам не надо этот арест никак отделывать. Это самое практичное решение. Далее из практичных решений. Здесь самый классный вид столешниц. Это столешница из кварцевого агломерата. Стоимость вот такой столешницы по-моему 220 тысяч рублей. Единственное, ее минус небольшой, в отличие от акрилового камня, что у нее заметен стык немножко. В остальном это вечный материал. Его очень тяжело посарапать. Я не знаю, вы можете взять нож и на нем прямо овощи, фрукты резать. И ничего этой столешницы не будет. То есть самый крепкий и застойкий материал на данный момент. Естественно, если у вас сделана столешница из искусственного камня, то вы сможете собрать мечту любой хозяйки. Скажем так, идеальное трио. Это раковина подстольного монтажа. Посмотрите, как практично все убирать можно. Представляете, да? Вот убираешь, смахнул туда и все. Далее это шреддер. Вот кнопочка. То есть все отходы в шреддер, все перемололось, в канализацию ушло. Далее, очень классный дозатор, которым если вы капните, то все попадет в раковину. Здесь легко убираться и очень прикольный смеситель. Во-первых, у него есть фильтр. Видите, воды? И подвижный носик, который позволяет вам очень быстро и легко омыть раковину. Это очень классный смеситель. Я такие люблю больше всего. И как видите, он еще не хромовый. Это вообще топчик, потому что вот это вот под нержавейку смесители, на них не видно разводов. Если вы купите хромового цвета, то на нем каждая капелька потом видна. Поэтому я рекомендую брать вот такие вот, либо под нержавейку, либо под камень, потому что они максимально практичны. Далее, естественно, на этой кухне есть посудомойка. Она стоит там, где это должно быть, рядом с раковиной. 60 см, посмотрите. Единственное, на что я лично замечаю внимание, не для всех это критично, конечно. Смотрите, здесь шкафчики открываются классическим способом. И когда вы так делаете, есть одна проблема. Вот смотрите, вы помыли посуду, вам надо ее убрать в сушилку. Согласитесь, огромный шанс сюда садануться об этот угол. Поэтому лично я рекомендую на верхние шкафчики, да, это гораздо дороже, ставить подъемный механизм, который поднимает вверх. Сам попался на эту ловушку, у самого такая же ситуация, я постоянно бьюсь лицом об эту дверцу. И уже думаю о том, что хочу переделать фасады, докупить этот дорогой механизм и хотя бы вот в этой части, где сушилка, сделать, чтобы все поднималось вверх. Еще один важный момент по кухне. Если у вас большая кухня, ставьте побольше вот таких выездных шкафчиков. Потому что, когда он выезжает, у вас полный доступ к шкафчику, все очень удобно, практично взять. Когда у вас вот такие вот шкафчики, то внутри в них копошиться очень неудобно. Поэтому вот таких вот делаем минимум, таких делаем максимум. Здесь еще, видите, двойной шкафчик выезжает, один открывается, и еще один надо открыть, чтобы получить доступ к ложкам. Здесь, естественно, установлена вытяжка, вот ее видно. Тоже подключена на колеси. Очень прикольная духовка, обратите внимание. Я первый раз такую честно вижу. Она открывается вот таким образом, самсунговская духовка. И можно открыть вот таким образом. Ну, прикольная фишка такая, скажем, да? То есть она двухуровневая. Первый раз такое вижу. Сейчас узнал. Прикол ее в том, что можно одновременно готовить два разных блюда. Представляете? То есть открыл вот так, у тебя там одно блюдо. Вот так вот открыл, у тебя второе блюдо. По-моему, очень классная фишка. Микроволновку вы не увидите, потому что ей очень редко пользуются. И заказчики просто взяли, вот так вот ее поставили, самсунговскую свою микроволновочку внутрь. Ну, просто, наверное, пользуются ей не часто. Еще одна фишка этой кухни. Это просто шедеврально, прикольно, классно. Я бы себе сделал так, если бы у меня кухня была побольше. Хотя у меня большая кухня, и почему-то я так не сделал. Потому что сразу же не знал, что можно так классно сделать. Если вы любите, и у вас большая семья, и любите впрок покупать еду, и у вас есть пространство. Смотрите, раз холодильник, два холодильника, и две морозильные камеры. Ну, это прям топчик, это прям круто. Еще есть второй вариант, как можете сделать. Вы можете взять холодильник, который идет до самого полувстроенной. То есть у вас с одной стороны холодильник, и можете взять большую морозильную камеру с другой стороны. Это второй вариант исполнения, который можно себе сделать. Сразу же хочу отметить пару важных вещей, про которые все забывают. Это где грамотно ставить розетки на кухне. Очень быстро, вам буквально за 3 минуты объясню. Итак, за духовкой, прямо за духовкой розетку никогда не ставим. Либо чуть выше, либо чуть ниже. Если на духовке стоит микроволновка, микроволновка не глубокая, за ней можно розетки располагать. Далее, варочная панель очень мощная, на нее розетки не ставятся. Они не выдержат ее мощность. Поэтому делаем просто отвод 6х3, если она однофазная. Делаем прямо по центру под варочной панелью. Далее, за посудомойкой вообще розетки не ставятся. Даже внизу в цоколе. Они всегда устанавливаются около раковины. И там же устанавливается и розетка под измельчитель. Вон они стоят. Видите, даже запасные есть. Например, если вы фильтр поставите. Также здесь, обратите внимание, у нас спрятана разводка с фильтрами. Здесь было два водных крана в квартиру. Квартира большая. И вот в этом месте как раз-таки мы аккуратно спрятали всю сантехнику. Такая же сантехника у нас в санузле. Естественно, когда у вас два вода, сюда пришлось докупать отдельный блок датчиков протечки. То есть и здесь блок стоит, и над инсталляцией в санузле. Я вам сейчас покажу. Тоже стоит отдельный блок. Далее, под холодильники ваши розетки устанавливаются в цоколе за холодильником. По высоте не более 10 сантиметров розетка поднимается. То есть ставится в цоколе. Ничего страшного с этим нет. Холодильники ставятся на отдельные автоматы. Датчики протечки стоят, поэтому в розетку никогда вода не попадет. На кухню не запланирована дверь, поэтому портал отделан добором-сторичником под стиль всех межкоматных дверей. Друзья, перед вами спальня порядка где-то 13 квадратных метров. Здесь огромная кровать 1,8 на 2,10. Также обои под покраску. Натяжной потолок световой линии. Электрический карниз, управляемый также Алисой. И тюль, и шторы. И здесь, обратите внимание, что радиатор также находится в нише. То есть мы дошили это расстояние. Что это дает? Это дает возможность поставить нормальный глубокий подоконник. В детской я вам сейчас покажу, как этот подоконник можно использовать помимо цветов. То есть он сделан из искусственного камня. Вполне здесь этого радиатора достаточно на обогрев. К тому же еще есть и кондиционеры при точной вытяжной вентиляции, они тоже обогревают помещение. Вывод перенесен на стену. То есть со стены идет вывод. Закрытый специальной пластиковой такой крышечкой. То есть аккуратно вывод выглядит. И посмотрите, как все это выглядит красиво. Дальше откосы сделаны из гипсокартона и теми же самыми обоями и покраской сделаны. И обязательно не забываем розетки в откосах. И многие говорят, типа, когда ты нашиваешь вот так стену, радиатор прячешь, тратится, теряется площадь помещения. Друзья, как бы вы не зашили стену, у вас все равно шторы не должны касаться радиатора. То есть они свободно ходят. И вот здесь как раз штора находится прямо рядом с радиатором. Ну хорошо, если бы у вас не было вот этой зашивки, у вас получается просто здесь за шторой было бы пространство, где скапливалась пыль. Здесь такой проблемы нет, зато за счет этого получилось сделать глубокий, классный, практичный подоконник. Естественно, стоят две прикроватные тумбочки. Пианино из разных выключателей, переключателей освещения. И, внимание, очень классная вещь. Отдельная гардеробная. Если у вас есть место, лучше делать не встроенный шкаф, а вот такую вот п-образную классную гардеробную. Спасибо огромное заказчикам. Блин, просто им огромный респект. Они нас по всей квартире разрешают ходить, все трогать тут. В личных вещах копошимся, так сказать. Вот такое у нас получается классные такие отношения. Это о многом говорит, когда заказчик пускает уже законченный такой интерьер, нас поснимать видео, чтобы поделиться полезной информацией. Еще и переживает за все. Блин, бескомпромиссно, это самое лучшее решение, лучше любого шкафа. Посмотрите, сколько сюда всего влезает. Там даже не стали запариваться с потолком, проходит труба вентиляции, электрика, просто в белый цвет все это покрасили. И в этой гардеробной вещей можно спрятать в три раза больше, чем в обычном шкафу. Продолжение следует... Далее идем в детскую. А теперь посмотрите на эту шикарнейшую детскую площадью около 14 квадратных метров. Насколько здесь все классно. Надо, наверное, будет у дочки заказчика спросить отзыв по этой детской, насколько она здесь кайфует. Если бы лично я был девчонкой, я бы, конечно, тут романтиком вырос. Посмотрите, как красиво. Итак, здесь очень классное рабочее место. Большое. С 3D-фасадами, которые здесь в розовую, покрашены здесь в белый. 3D-фасады очень сильно украшают мебель. Розовый прикольный оттенок. Здесь есть трюмо. Так называемое покрасочное, да? Где очень много всего спрятано. Огромнейшее зеркало. Классный вот такой вот пуфик из оленя. И посмотрите, когда вы радиаторы прячете в нишу, какой у вас получается глубокий подоконник, практичный. И вы можете сюда проложить такую вот мягкую подушечку на заказ. По-моему, это классное место для ностальгии, для романтики, для первой любви. Еще с классным видом во двор. Очень классное решение. Рекомендую для своих детей вам тоже сделать. Шикарное детское, что сказать. Вот кошке здесь нравится. Видите, как она преследует. В каждую комнату подходит сегодня. Меня зовут кошку Оливия. Оливка. Свет, наверное, оливковых глаз, да? Понюхаемся. Посмотрите на классное решение. Это встроенный в нишу шкаф. Вот эту перегородку делают все, да? Чтобы скрыть шкаф сбоку, здесь поставить выключатели. Так вот, мы также копируем ее вот здесь. Вот, посмотрите. И это же расстояние копируем сверху. Благодаря этому у нас с вами теневой шов проходит в натяжном потолке полностью. И вот здесь вот плинтус заворачивается, и дверь не упирается в плинтус. Если вы вот эту перестенок вот этот не сделаете, у вас просто дверь не будет открываться. Она будет упираться в плинтус. Вам надо будет либо делать тогда двери не в пол, делать снизу в шкафу цоколь, чтобы не было конфликта с плинтусом. Либо, пожалуйста, взяли двери, сделали до пола. Плинтус вот здесь вот останавливается на углу. Благодаря тому, что сделали вот этот п-образный портал для шкафа. Далее мы попадаем с вами в первый санузел, где стоит ванна площадью около 3,5-4 квадратных метров. Здесь стоит ванна из литьевого мрамора в 3 стенки 1,80 м на 1,80 м. Фасад сделан из плитки, и вот эта плиточка на магнитах, чтобы был доступ к обвязке. Сместитель с терморегулятором. Красивая вот такая вот плиточка под шестиугольник. Ванна была установлена, естественно, до плитки. Сначала ставится ванна, наливается вода, чтобы она приняла форму, осела максимально. Приклеивается она на силикон, и потом уже подводится плиткой. И когда вы так плитку подводите, вам не надо никакие пластиковые, керамические плинтуса, тоненькая полоска силикона и идеальное соединение. И там никакая вода стоять не будет. Очень классное решение, посмотрите, натяжной потолок с однолинейным встроенным карнизом, куда прикреплены шторки для ванной. Кто не любит стеклянные шторки, вот вам классное топовое решение, которое вполне недорого можно реализовать на натяжном потолке. Также световая линия, также есть подсветка стены, огромнейшее зеркало с подсветкой, огромная керамическая раковина, наверное, метр сорок точно, или даже метр пятьдесят, посмотрите. Сразу же говорю, я лично рекомендую, здесь просто уже хотели раковину по максимуму поставить, керамических раковин, очень закругленные края, и если вы ее впритык делаете к стене, то у вас очень толстый слой силикона получается, видите. Лучше керамические раковины брать поменьше на десять сантиметров и устанавливать так, чтобы слева-справа был зазор. Сейчас в соседнем санузле как раз так сделано, я вам покажу. Еще рекомендую такой вот дозатор для мыла, у меня такой же, очень классный, с сенсорным управлением. А еще здесь у нас с вами теплая стена, вот в этом месте установлен греющий капель, такой же абсолютно как под плиткой на полу, на него стоит отдельный терморегулятор, управляемый через умный дом, и когда ты сюда вешаешь полотенце, вот эта теплая стена их высушивает. Очень классное решение. Ну и инсталляция вот таким образом, запилом под 45, выделена отдельно плиткой под дерево, есть гигиенический душ. Теперь попадаем в санузел еще больше, он около 5 квадратных метров, это у нас сразу и санузел, и постирочная. Посмотрите, опять Samsung, у нас заказчик четкий, он переверженец одному бренду, и вы видите стиралку с сушилкой. Сверху практичный шкаф, такой же натяжной потолок, все в одном стиле. Здесь стоит перегородка из плитки, запилом под 45, все аккуратненько сделано. Далее сделан подиум с разуклонкой, с трапом ТС. Здесь стоит стекло тонированное, и классная душевая кабина, очень удобная. Здесь по расстоянию точно, наверное, метр на метр двадцать, то есть очень практичная, большая, удобная, классная такая металлическая полочка, которую мы скоро будем производить. Далее полочки модные из керамогранита, которые мы скоро заменим полочками быстрого монтажа из нержавейки. Встроенный смеситель ГРОЯ и настоящий нормальный тропический душ. Не вот эта вот леечка, которая еще и низко ставит вас над головой, а нормальный тропический душ в Астер-Кратовске стоит. Это встроенный смеситель Айбокс, то есть сам смеситель находится внутри стены. Сюда подходит горячая-холодная вода, есть отвод для лейки и отдельный отвод на потолок. Там все очень надежно делается, эти трубы скрыты в стене, ничего страшного нет. Также всем обладателям остекления рекомендую купить вот такой вот сгончик на зончике, видите, классный, лаконичный. После каждой мойки взяли, капли убрали, таким образом чистота у вас будет поддерживаться гораздо дольше. Вот, кстати, керамическая раковина, и вот как раз здесь правильно, она установлена не в три стенки, есть расстояние, чтобы помыть. Вот здесь, видите, это правильно, потому что когда такую раковину ставишь впритык, очень толстые слои силикона получаются. Далее инсталляция, гигиенический душ, держатель, и вот это на заказ заказчик сделал, здесь есть корзина. Очень классное решение, в пенале сделать корзину. Здесь тоже сделана теплая стена. Ну и теперь, наконец-то, переходим к нашей визитной карточке. Как понять, что объект лаборемонт, и что я снимаю реально наши объекты, а не кто-то мне там дает чужие объекты снимать. У нас везде, вот визитная карточка, везде одинаковая сантехника, с плюс-минус там одинаковыми, иногда там датчики протечки, коллектора максимум меняются. То есть вот это все у нас в компании стандартно, и на всех объектах одинаково уже много лет. Благодаря этому вы можете понять, что действительно я снимаю только наши объекты. Не верю, что вообще можно найти классный ремонт, который тебе дадут просто поснимать. Ну разово, массово это точно не получится. Итак, у нас с вами коллекторная разводка, датчики протечки, редуктор давления, грязевой фильтр, редуктор давления, обратный клапан, мощные вот такие вот большие фильтра, у которых хорошая пропускная способность, благодаря этому тропический душ работает без всяких проблем. Также это у нас блок управления датчиками протечки и 6-киловаттный проточный водонагреватель на случай отключения воды. Вентилятор сделан в потолке, посмотрите. Всё это дело скрыто за мебельными дверцами. Лично я считаю, что мебельные дверцы надо ставить, когда у вас здесь очень глубоко, и у вас есть возможность поставить полки. Здесь полочки поставить просто некуда, сразу же идёт коллектор, поэтому я бы здесь лучше поставил скрытый люк шагма, не провисающий. Но здесь заказчики решили сделать так, наверное, по причине там дизайна определённого. В коридоре у нас с вами выделена ниша под шкаф, неглубокая, сантиметров, наверное, 50. Тем не менее, здесь хороший качественный проход. Заказчики очень хвалят планировку Алексея Земского. Она очень удобная, продуманная. Видите, да, что здесь очень широкий проход. Даже здесь у кошки такая горка, это ничего не мешает. Спокойно люди здесь будут расходиться, другу не мешать. Здесь пространство не потеряно, сделан классный шкаф, также П-образной ниши. Очень важный момент. Здесь у него был сделан портал, такой же, как на кухне, видите, с добором, с наличником. Заказчик решил от него отказаться, и теперь, я думаю, он об этом пожалел, потому что ремонта буквально несколько месяцев. Окошко уже обтёрло угол. Всё вот это будет со временем сбито. Что-нибудь будет тащить, и все вот эти углы будут сбиты. Поэтому лучше, если вы за практичность и заказали проект Алексея Земского, его не нарушать и делать, как он сказал. Ну и сама прихожая. Очень практичная, посмотрите. Шкаф не начинается сразу же от входной двери. Здесь есть возможность войти. Есть тумбочка, есть куда присесть. Есть открытая вешалка. Далее уже идёт встроенный шкаф. И вот здесь вот, внутри встроенного шкафа, под съёмочки покажем. Здесь просто одежда, находится уже силовой слаботочный щит и сервер. И зеркало стоит на двери, во-первых, посмотрите. То есть, если вы не хотите зеркало вешать куда-то на стену, вы можете установить её на посад двери. Всё это сделано тоже в одном стиле с добором с наличником. Откосы на входной двери только добор с наличником. Кварцвеню, как видите, единым контуром идёт по всей квартире. И также зеркало ещё сделано на шкафу. Зеркала – классная вещь. Они расширяют пространство. И здесь леди могут на себя смотреть сразу же и так, и так. По-моему, очень прикольно. И обратите внимание, что по всей квартире стоят скрытые стопоры. То есть, это магнитный стопор. Когда сюда подходит дверь, он выезжает, и дверь останавливается. Обычные напольные стопоры уже никто не ставит, потому что они, во-первых, мешают роботу-пылесосу, во-вторых, за ними скапливается куча пыли, и выглядят они просто убого. И, естественно, это наш заказчик Алексей. И мы сейчас у него возьмём отзыв и из его уст услышим, как он нас нашёл, как он с нами отработал, чем он доволен и чем нет. Алексей? Да, добрый день. Ну, собственно говоря, всё началось с просмотра Ютуба. Перед покупкой квартиры много изучали, собирали различные информации. Ну, и, собственно говоря, та информация, которая подходила больше всего нам, была Алексея Земского. Соответственно, совместно приняли решение. Ещё на стадии покупки квартир уже началась консультация с ними. Мы скидывали им обмерочный план наш. Потом заключили договор. Приехали замерщики, собственно говоря. Произвели проект Алексея Земского. Всё, к нему вопросов нет. Если вспоминать, что тут сначала была какая-то нелепая колонна, которой сейчас просто нет, то, что сделано проектом, то, что исправили ужасную планировку застройщика, все косяки застройщика, конечно, это огромная благодарность Алексею, всей его команде. Собственно говоря, дальше, после того, как проект был готов, надо было приступать к ремонту. И, собственно говоря, Алексей сразу посоветовал нам очень хороших ребят из лаборемонта. То есть, собственно, быстренько созвонились, на следующий день уже встретились, обсудили основные моменты, перешли к заключению договора. И там буквально, по-моему, у нас в течение двух-трёх недель мы уже приступили к сносу. К сносу всего вот этого безобразия от застройщика. Пошли, начали работать. Работа была тяжёлой. В течение года сделали. Вот. Что ещё сказать? Хорошо, спасибо, ребята. Ну вот, у нас сидит прораб Иван. Всем привет. Ваня – это наш прораб, который непосредственно вёл объект. Видите, тоже наш фанат, в футболочках ходит. Поделитесь своим мнением об Иване, что скажете об этом человеке, как о самом важном человеке, который отвечает за весь объект. Ну, собственно говоря, да, Иван действительно являлся у нас основным исполнительным работой, прорабом. С самого начала непосредственно с ним общались. Вёл проект, когда у нас возникали вопросы, там были, как у всех заказчиков, что-то где-то мы не додумали, где-то что-то передумали. То есть на всём этапе производства работ велись консультации, всё решалось достаточно оперативно. Поэтому опять же… Старался помочь. Максимально. Хорошо, да. Сейчас, после того, как ремонт закончен, вы чувствуете, что мы всё равно с вами? Если какой-то у вас будет вопрос, не дай бог, по гарантии, что мы всегда на связи, что Иван сразу же примет меры? Да, безусловно, конечно. Ну, пока таких вопросов ещё глобальных не возникало, я надеюсь, что и не возникнет. Но тем не менее. Ну, в любом случае, у нас пятилетняя гарантия, и после окончания ремонта вы всегда сможете нам набрать. Мы, как говорится, были, есть и будем, только растём. Мы уже 100 объектов одновременно делаем. Ну, и самый, наверное, важный вопрос. Порекомендуете ли вы нас и проекта Алексея Земского своим друзьям, родственникам и нашим подписчикам? Ну, Алексея Земского, наверное, не нужно рекомендовать. О нём и так все знают. Но, тем не менее, да, были у меня уже, собственно говоря, случаи. А, кстати, вот девушка должна к нам в конце марта приехать. Квартира у неё сдаётся. Да, тоже хочет посмотреть. Собственно говоря, уже тоже кто чего. Так что буду рекомендовать. Вот, а так, да, безусловно, буду и команду Алексея Земского, и команду Лабремонт. Спасибо, спасибо. Спасибо вам огромное за отзыв такой. И вашей семье спасибо. Покажи, покажи. И кошечки. Что скажете? Это нема. Итак, друзья, как я обещал, теперь по ценам. Значит, в Петербурге под ключ на 2024 год такой ремонт по работам вам обойдётся в 40 тысяч рублей. Квадратный метр. Согласитесь, здесь проделана огромная работа. Сделан качественный ремонт. Спасибо огромное заказчикам, что в такой чистоте квартиру, да, содержит. И такой у них порядок. Два перфекциониста здесь у нас, заказчики. И было приятно здесь находиться, снимать квартиру, с ними общаться, узнавать какие-то нюансы. Им огромный респект и уважение за то, что они нас пустили и дали возможность для вас поснимать такие полезные видео. Ну и, как я вам сказал, работа здесь примерно стоит на 2024 год 40 тысяч квадратный метр по работам. То есть 86 умножаем на 40, понимаем, сколько стоит ремонт от нашей команды, качественность, пятилетний гарантий. Ну а весь проект с мебелью, с умным домом, со всеми черновыми чистовыми материалами, нашими работами, Алексей, наш заказчик, сказал, что у него ушло 13 миллионов рублей на 86 квадратов по сегодняшним ценам. Субтитры создавал DimaTorzok в комментариях свое мнение по поводу ремонта, по поводу цены ремонта. Очень интересно почитать. До новых встреч. Пока-пока. На одном духе заснял. На одном дубле. Какой тверк? Да какой тверк, к черту? Я не худею от ремонта, а хуею от ремонта. Такие обзоры очень тяжело снимать. Проще руками поработать. Просто сколько там, 30 или 40 минут вот так вот на одном духе рассказывать, это очень тяжело. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok